Как правильно платить, когда нужно платить, как это происходит? Какие обязательные платежи должен платить предприниматель, который применяет упрощенную систему налогообложения? Если предприниматель забыл оплатить, то прямо после новогодних праздников сразу требование блокировка счета. А как налоговая узнает, что я своевременно выплачивала страховые и пенсионные взносы, и я уменьшила сумму своего налога? Счета блокируют основные два случая. На что стоит обращать внимание, когда мы условно снимаем деньги, кому-то оплачиваем? Может быть, что-то не нужно делать? Вы должны показать банку, что вы ведете деятельность. Банк должен видеть, что вы ведете деятельность. Быть аккуратным с самозанятыми. Если приходят деньги, все-таки не сразу их снимать и держать несколько счетов. Всем привет! Меня зовут Анастасия. Я рассказываю о маркетплейсах. Но сегодня мы с вами поговорим о пенсионных, страховых взносах, о налогах, о том, как можно уменьшить свои налоги благодаря своевременной оплате и выплате как раз пенсионных и страховых взносов. Но сегодня я буду рассказывать вам полную информацию не сама, а с помощью специалистов. Мне кажется, у меня достаточно частая рубрика, когда я приглашаю людей, которые знающие, которые в этом разбираются. И сегодня нам Рузанна как раз расскажет о том, как правильно платить, когда нужно платить, как это происходит, откуда этот 1% свыше 300 тысяч. Потому что, на самом деле, во-первых, очень многие забывают. Во-вторых, даже при расчетах, когда, допустим, рассчитывают там свою себестоимость, либо какую-то конечную стоимость, все считают налог 6%, а про этот 1% все забывают. Но фактически оборот от 300 тысяч это не так много, и все, ну не все, да, большинство, а особенно те, кто продают на маркетплейсах, большинство попадают, если это не забывают про этот 1%. В общем, мы с вами сейчас об этом подробнее поговорим. И начнем мы как раз с пенсионных страховых взносов и с того, зачем их платить, и когда их нужно выплачивать. Друзья, всем привет. Анастасия, спасибо за приглашение. Меня зовут Рузанна, я аудитор, бухгалтер. В своей любимой профессии я уже более 25 лет. И с удовольствием с вами поделюсь и научу вас, как правильно платить страховые взносы, когда их платить, и как нужно их платить, чтобы вы могли законно оптимизировать свои налоги и платить их поменьше. И, кстати, вот, Анастасия, для предпринимателей вот эта тема страховых взносов почему-то самая сложная, да. И я сейчас попытаюсь у вас научить и рассказать, как это делать правильно. Во-первых, давайте с вами остановимся, какие обязательные платежи должен платить предприниматель, который применяет упрощенную систему налогообложения. Пенсионные страховые взносы. Да, молодец. Анастасия, молодец. Это фиксированные взносы за индивидуального предпринимателя. В 2022 году у нас сумма на обязательное медицинское страхование – это 8 766. И обязательное пенсионное страхование – это 34 445. Помимо фиксированных взносов за себя, мы должны платить 1% с доходов свыше 300 тысяч рублей. Важный момент, о котором я не сказала в видео. Платить этот 1% необходимо и во время налоговых каникул, когда продавец платит налоги по ставке 0%. И да, ответ на частый вопрос – получить налоговые каникулы, если вы продаете свои товары онлайн, можно. На Яндекс.Маркете начинается школьная распродажа. Для предпринимателя это возможность получить больше продаж за счет высокого сезонного спроса. Сейчас самое время, чтобы начать продавать свои товары на маркетплейсе Яндекс.Маркет. Ведь традиционно перед 1 сентября растет спрос не только на школьные товары, но и на смежные категории. Учебные принадлежности, мебель для организации рабочего места, одежда и обувь и многие другие категории сейчас привлекают внимание миллионов потребителей. Преимущество для предпринимателей – масштабная рекламная кампания маркета в интернете и на телевидении, которая помогает привлекать покупателей для ваших товаров от Калининграда до Владивостока. Каждую минуту товары предпринимателей покупают на маркете. Яндекс.Маркет – одна из самых перспективных площадок, особенно сейчас, когда тысячи семей по всей стране покупают все необходимое не только к учебному году, но и к осеннему сезону. Покупки на маркете совершаются каждую минуту. Продавая свои товары на Яндекс.Маркете, вы можете не только развивать свои продажи, но и выйти с ними за пределы домашнего региона. Маркетплейсу можно поручить доставку по всей стране, а при подключении экспресс-доставки ваш товар до покупателя доставят за 1-2 часа по городу. Поэтому начните продавать товары на Маркетплейсе Яндекс.Маркет по максимуму. Хорошая вам торговля. А теперь продолжаем смотреть. Как считается этот 1% при упрощенной системе налогообложения? Вы берете свои доходы, выручку, которая вам поступила на расчетный счет за год, вычитаете 300 тысяч и умножаете на 1%. Это и будет сумма к уплате. Когда ее нужно оплатить? Ее нужно заплатить до 1 июля следующего года. За 22-й год мы с вами будем платить до 1 июля 2023 года. Но в связи с ситуацией, которая сейчас у нас в стране, для некоторых видов деятельности есть отсрочка. И 1% вот сейчас за 21-й год они будут платить до 23-го года. Но там такие виды деятельности, к которым мы не подходим. Торговли там нет на Маркетплейсах, поэтому я не буду на этом останавливаться подробно. Вы должны для себя усвоить общие принятые даты. 1% мы платим за год до 1 июля следующего года. Когда же мы должны заплатить фиксированные взносы? Фиксированные взносы мы обязаны платить до 31 декабря текущего года. За 22-й год мы должны заплатить до 23 декабря. Вот, кстати, налоговая. 31 декабря. До 31 декабря. Да. Кстати, налоговая прям четко за этим следит. Если предприниматель забыл оплатить, то прям после новогодних праздников сразу требование блокировка счета. Это прям у них как часы работает. Да, да, да. Вот, это прям уже на моей практике, прям из года в год. Но мы, конечно, следим за клиентами своими, да, которые оплачиваем, которых ведем бухгалтерский учет, платим все четко. Но после нового года прям заявки от предпринимателей. У меня заблокирован счет. Я уже знаю причину. В какой причине счет заблокирован. Поэтому запомните, у нас срок уплаты 31 декабря. Но это обязанность, да. Но мы можем же платить и раньше. И тот же 1% мы можем платить раньше. И фиксированные взносы мы можем платить раньше. Для чего нам это нужно? Нам это выгодно. Для того, чтобы уменьшать авансовые платежи, которые у нас получаются по упрощенной системе налогообложения. Мы же по упрощенной системе налогообложения обязаны платить авансовые платежи ежеквартально. А мы имеем право их уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов в данном квартале. Поэтому нам выгоднее платить хотя бы разделить на 4 части, да, и по 1,4 платить, там, по 10 тысяч в квартал. Мы можем платить и больше. Если у вас, допустим, в первом квартале получился такой хороший доход, и авансовый платеж превышает даже 40 тысяч, пожалуйста, заплатите все 43 тысячи в первом квартале и уменьшите вообще свой авансовый платеж до нуля, да, чтобы, ну, деньги не взымать из оборота. Все равно вам придется эти взносы заплатить. Если вы, конечно, не планируете ликвидироваться, закрывать ИП, да, но я думаю, что не собираемся закрываться, а хотим развиваться и работать. Ну, в крайнем случае эту переплату можно будет вернуть, если вдруг вы решите закрыться. Вот, поэтому я хочу вас призвать к тому, чтобы вы научились, что вы сами можете управлять налогом, который нужно оплатить по упрощенной системе, да, каким способом? Уплачивая равномерно страховые взносы. Вот таким вот образом мы можем уменьшать свой налог. Да, то есть благодаря просто своевременной выплате. Да. А мы вот тоже, кстати, очень хороший вопрос мне задавали. А как налоговая узнает, что я своевременно выплачивала страховые и пенсионные взносы, и я уменьшила сумму своего налога на как раз вот на сумму пенсионных взносов страховых? Хороший вопрос. Налоговая узнает, когда мы сдадим декларацию годовую. Годовую декларацию мы подаем по упрощенной системе раз в год до 30 апреля следующего года. И в налоговой декларации мы указываем, сколько мы заплатили взносов за каждый отчетный период. За первый квартал, за полугодие, за 9 месяцев и за год. Эти цифры будут в декларации. И если у налоговой будут вопросы, да, либо какая-то несостыковка, они пришлют требование о предоставлении пояснений, когда будут делать камеральную проверку нашей декларации. Все, и мы, пожалуйста, предоставим пояснение, можем все расписать, какого числа мы уплачивали, да. У меня недавно было такое требование интересное. Несостыковка была в взносах. По данным налоговой, меньше я оплатила взносов, чем указала в декларации. Почему такая несостыковка пошла? Потому что я еще... Это у меня индивидуальный предприниматель, в моем примере, с сотрудниками. Мы имеем право еще уменьшать налог по упрощенной системе налогообложения на выплату больничных. Первые три дня мы выплачиваем больничную сотруднику. И вот на эти выплаты мы имеем право также уменьшать. Налоговая не видит этих выплат. И вот у нас как раз шла разница на вот эти больничные. Вот я просто написала пояснение, и вопросов нет. Вопрос закрыт. Еще знаете, какое хотела бы обратить внимание предпринимателей на что? На то, что предприниматели, которые работают на упрощенной системе налогообложения, обязаны вести налоговый учет. Книгу доходов и расходов. Обязательно введем эту книгу. От бухгалтерского учета мы освобождены. От налогового не освобождены. Мы обязаны вести КУДИР. И налоговая зачастую, когда делает камеральную проверку декларации, превышает свои полномочия и просит предоставить эту книгу на проверку. Но они могут это запросить? Они могут это запросить только в случае выездной проверки. При камеральной проверке у нас только может быть требование на предоставление пояснений. Прямо вот смотрите то, что вы получили. Прямо в шапке, что это написано? Требование о предоставлении пояснений. И все, только пояснение. Все. И поясняете, какой вам вопрос налоговую волнует. Потому что они пишут вопрос, просим там предоставить пояснение по такому-то вопросу, и потом чуть ниже и предоставить. Книгу доходов и расходов, и платежки, и целый список. Ничего не предоставляем, кроме пояснений. Поэтому здесь прям очень важно. Потому что зачастую, когда вы получаете требования, первое, что предприниматель испытывает шок и испуг. И он готов отнести и сдаться. И показать все, что нужно и не нужно. Поэтому мы порой сами себя, ну как здесь сказать правильно, сдаем. Много очень информации выдаем, которую не нужно показывать налоговой. Но тем не менее, это нас не освобождает вести эту книгу. Эта книга нужна нам самим. Она упрощает учет для нас. Если мы будем ввести книгу доходов и расходов, мы с вами спокойно можем посчитать налог за каждый отчетный период. Просто и того. Получили доходов, умножили на 6%, вычли из этой суммы уплаченные взносы в данном периоде. Все. И получили сумму к уплате. Поэтому эта книга нужна в первую очередь нам, а не налоговой. Здесь вот прям четко вы должны для себя уяснить. Я вот тоже сейчас проговорили про штрафы, про блокировку счетов. Немножечко вот тоже от темы отступим. А в каких случаях бывает, что там блокируют счета, либо еще какие-то проблемы? Ну что вот какие настолько, наверное, какие-то критические моменты, когда может такое произойти? Счета блокируют, вот основные их два случая у нас, да, есть блокировки счета. Это за несдачу декларации. Если не сдали декларацию, то блокируют все деньги на счете. Вы не сможете ничего сделать с этими деньгами. Прям всю сумму. И второй часто случай – это не вовремя оплаченные взносы, налог. Сначала налоговая нам присылает требования об уплате и дает нам возможность оплатить до определенного срока. Если мы по требованию не оплачиваем, тогда налоговая присылает уже инкассовое поручение в банк. И банк блокирует именно сумму на сумму этого требования. Не всю сумму, а только на сумму требования. Если есть деньги, они сразу списывают. Если нет денег, значит, там это требование висит до тех пор, пока деньги не появятся. Вот два таких распространенных случая по блокировке счета, которые возможны. Да, но это со стороны налоговой. У меня просто недавно был случай, мне Сбербанк сами прислали предупреждение о том, что мы можем заблокировать ваш счет по каким-то причинам, а потому что вы выплачиваете деньги самозанятым. А у нас есть ряд сотрудников, которые… Ну, не сотрудников, которые единовременно оказывают услуги. И вот с этого момента я спокойно к этому отношусь. Я просто видела такие уже предупреждения не у себя, а у других людей. Я знаю, как из этого выходит. Плюс там у меня есть дополнительный расчетный счет. То есть в этом плане проблемы там глобальной какой-то не было. Но вот я к этому хочу уточнить такой момент. Вот опять же про расчетный счет. На что стоит обращать внимание, когда вот мы условно снимаем деньги, кому-то оплачиваем. Может быть, что-то не нужно делать. Это уже другая сторона медали. Это у нас банки. Это 115-й федеральный закон. Это они следят… Вот мне такой акционер. Да. Это, я думаю, предприниматели все знают. Это цифра волшебная. Вот. Это следят за нами банки, чтобы мы не отмывали деньги, не обналичивали много денег, да, там не хулиганили. Потому что есть много разных схем, когда организации через индивидуальных предпринимателей обналичивают деньги, да. Вот. Поэтому банки за этим строго следят. Они дорожат своей репутацией, чтобы Центробанк у них их не лишил лицензии. И, конечно же, много предупреждений. Сбербанк любит периодически слать такие письма предупредительные, страшные. Вот. Что в этом случае я советую делать предпринимателям? Во-первых, хотя бы имейте два или три расчетных счета, чтобы у вас было. Потому что, да, у нас есть возможность, ну, недорого содержать эти счета. В Сбербанке есть тариф «Легкий старт», который бесплатный. Вот он, пожалуйста. Пожалуйста, открыли, не работаете, там, любите вы больше, там, Тинькофф или Точку. Пусть у вас будет запасной Сбербанк, работайте, там, через другие банки. В случае, если ваш рабочий счет заблокировали, то вы всегда можете запасной счет. Можно же сменить реквизиты в той же, да, там, карточке. Да. И вам будут деньги с маркетплейса приходить на другой счет. Здесь, получается, пока вы разбираетесь с банком, у вас просто работа заморожена, и ваши деньги все заблокированы. Вот поэтому вот как раз-таки я хочу рассказать немножечко, раз уж тема пошла про расчетные счета о себе. Я являюсь представителем банка Сбербанк, Тинькофф, Точка, Альфа-банка, ВТБ. И с удовольствием предпринимателям бесплатно помогаю открывать ИП, и открывать расчетные счета, и подбирать тарифы. И когда ко мне приходит предпринимательное открытие, мы сразу же открываем как минимум два счета. Пусть один будет бесплатно запасной, другой будет больше. Да, сразу же. Что сделать, чтобы не было таких ситуаций неприятных? Вы должны показать банку, что вы ведете деятельность. Банк должен видеть, что вы ведете деятельность. Вы не только получаете выплаты каждую неделю, вы еще и покупаете товар с расчетного счета. Либо материал, либо какие-то расходы. Я понимаю, что сейчас многие стараются по-другому рассчитываться. Я все это прекрасно понимаю, это жизнь. Но старайтесь какие-то расходы пропускать по безналу. Платите, пожалуйста, фиксированные страховые взносы за себя по безналу. Потому что есть предприниматели, которым сложно сделать платежное поручение в банке, в банк-клиенте. Они просят своего бухгалтера, распечатая мне квитанцию, я пойду в Сбербанк оплачу по старинке еще. Да, есть даже такие предприниматели. Ни в коем случае этого не делайте. Старайтесь все свои налоговые платежи проводить через расчетный счет. Чтобы банк видел, что вы платите налоги, что вы оплачиваете поставщикам. Вам поступили деньги, не надо сразу же в этот же день или на следующий день бежать и снимать их. Пусть они хотя бы у вас недельку полежат. Ну и выплаты самозанятым. Здесь тоже нужно быть аккуратным. Потому что с самозанятыми тоже есть такая история, что здесь подмена трудовых отношений. Налоговая сейчас строго следит за самозанятыми. Поэтому когда вы что-то делаете, делайте это с умом. И тогда не будет у вас проблем. И вот, кстати, у меня у предпринимателей, у некоторых даже есть по два рабочих счета. И я стараюсь платить налоги и с одного счета, и с другого счета. И взносы. И как-то стараюсь это чередовать. И чтобы была и там деятельность. Была и по второму. Ну ты так же сделала. То есть у меня приходит условно на один расчетный счет с маркетплейсов, на другой расчетный счет по опту, либо по фотостудии. И расходы я тоже провожу. Либо с того счета, либо с того. Ну чтобы были расходы и там, и там. Потому что у меня получается на втором счету, который Сбербанк, изначально были только приходы, денег. И я потом решила, надо все-таки какие-то расходы показать, чтобы была деятельность. Я налоги, кстати, не налоги, не взносы пока не платила оттуда. Но мне было проще платежку подгружать в Тинькофф бизнес через сайт, через их. А в остальном, да. Я расходы стараюсь. У меня вообще в принципе очень много расходов. Ну не много в смысле в сумме, а много расходов, которые вообще идут все по безналу. То есть мне намного проще так. Я, по крайней мере, показываю. Потому что все равно я когда вот три года назад открывала ИП, было большое количество вопросов по поводу того, как это все происходит. Ведь это очень страшно. А вдруг меня там, не знаю, поймают за налоги, еще за что-то. Сейчас, конечно, проще. Но, во-первых, у меня есть опыт работы с ИП быть. А вот у многих тех, кто начинает, я уверена, тоже вот такие вопросы, что я открою ИП, это надо взносы, а вдруг я не успею, а еще что-то. Мне даже был интересный такой случай, что я когда куда-то улетала за границу, я боялась, что вдруг у меня там где-нибудь что-нибудь не оплачено, и меня сейчас не выпустят из страны. Но пока ни разу такой проблемы не было, все нормально. Ну, в любом случае, просто нужно внимательно относиться к таким вопросам. То есть основное это, чтобы были расходы, все-таки их показывать, хоть какие-то стараться, что это не просто ИП, которые получают деньги. Быть аккуратными с самозанятыми. Если приходят деньги, все-таки не сразу их снимать и держать несколько счетов. Да, и чтобы было несколько расчетных счетов обязательно. Как подушка безопасности, чтобы у нас была. Хорошо. Все тогда, мы в принципе все обсудили, как раз и взносы, и налоги, и дошли даже до счетов с обеих сторон, и с налоговой, и с банков. И обсудили все главные моменты, которые помогут, опять же, всем, я надеюсь, разобраться с пенсионными страховыми взносами, понять, как же происходит этот расчет одного процента, и что не нужно делать, чтобы у вас никто не заблокировал счет. Ни банк, ни налоговый. Все, спасибо большое. Спасибо. Да, все, всем хорошего дня.